Физкульт, привет, друзья, на связи Мускулшоп и сегодня покажу, как правильно смазать беговую дорожку. Точнее покажу два способа. Правильный способ, который идет изначально с завода, и второй способ, который придумал я. Итак, чтобы смазать беговую дорожку, нам нужно иметь силиконовую смазку. Изначально она поставляется в комплекте, но этой смазке достаточно всего лишь на один раз смазать. Чтобы в дальнейшем эксплуатировать дорожку, вам нужно купить смазку. Обычно это 750-700 мл, большой спрей. И желательно брать ее с таким носиком, с длинной трубочкой, чтобы вставлялась не вот такой вот, а с длинной трубочкой. Вот как WD-40 раньше использовалась такая длинная трубочка. Ей просто удобно залазить под полотно. Так, способ номер один. Это который из завода. То есть вы берете дорожку, вставляете ключ, который у вас в комплекте. Главное правило. Вам нужно отпустить, то есть открутить вот эти винты. Обязательно откручивайте на одинаковое количество оборотов, что правый, что левый винты. То есть здесь вот ставили ключ, зафиксировали, да, запомнили, можете какую-то рисочку там карандашом поставить. То есть в этом положении, вот этот ключ. Откручиваете его на 10 оборотов. 10 оборотов против часовой стрелки. Переставляете сюда. Точно так же зафиксировали ключ, в каком положении находится. Тоже 10 оборотов против часовой стрелки. После этого, как вы отпустили их, у вас полотно станет провисать, свободно будет висеть. Вы его поднимаете, полотно, и спокойно пшикаете смазку по всей поверхности. После того, как вы побрызгали все, снова точно так же затягиваете эти два винта на то же количество оборотов. На 10 оборотов. По часовой стрелке уже закручиваете. Есть. То есть вы натянули полотно. Полотно должно быть натянуто таким образом, чтобы вы не могли просунуть кулак туда, под беговую поверхность. То есть вот здесь вы не должны просовывать кулак. То есть не должно так быть. Должна быть хорошая натяжка полотна. И второй способ. Это берете книжку, которую желательно вам не жалко. Засовываете ее под полотно. И вот сюда в начало продвигаете. Точно так же с этой стороны. Эта поля, кстати, идет в подарок ко всем тренажерам, которые у нас покупают. И продвигаете. У вас получается небольшое пространство. И с помощью вот VD, VD-шки, говорю, силиконовой смазки, вы сможете легко достать до середины полотна. Брызгаете в этой плоскости. Потом продвигаете. Брызгаете дальше. Соответственно, точно так же с другой стороны. Все. Вам легко добраться до середины деки. И у вас все полотно смазано. После того, как вы смазали, обязательно включите на медленную скорость. К примеру, там 4-5 км в час. И походите 2-3 минуты, чтобы равномерно размазать смазку по беговой поверхности. Вот такие два способа для быстрого и легкого. Ну, второй быстрый и легкий. Первый немножко сложнее. Почему нужно одинаково запоминать, как вы открутили болты, как закрутили. Одинаковое количество оборотов. Потому что если вы закрутите один болт на 10 оборотов, потом второй на 9, у вас будет сползание полотна бегового. Либо влево, либо вправо. В зависимости от того, как вы накрутили эти болты. Все. Надеюсь, с этим понятно. Смазывайте беговую дорожку. Ни в коем случае не эксплуатируйте на сухую. Обязательно проверяйте хотя бы раз в неделю. Пробуйте под полотно, чтобы была смазана поверхность. На этом все. Напоминаю, что все тренажеры мы доставляем по Украине бесплатно. Шведские стенки торговой марки Lados металлические тоже доставляем бесплатно по Украине. Пользуйтесь промокодом. Получайте в подарок неопреновый пояс, либо эспандер к шведским стенкам. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова